Лучшее в стране Многих радиостанций, телеканалов И, конечно, телерадиоканал Страна ФМ Сегодня она в гостях у Страны ФМ Настя Спиридонова, привет Привет, привет Здравствуйте, я очень рада вновь быть у вас в гостях И, конечно же, самая красивая Рыжеволосая исполнительность на нашей эстраде Вот, мне кажется, лучшего подарка Для нашей мужской аудитории мы, конечно Придумать не могли Скажи, вообще, как ты относишься К этому празднику, потому что сейчас у нас Столько появилось противников, что надо Цветы дарить 365 дней И так далее, а вот не раз в году Что для тебя 8 марта? Вы знаете Вопреки мнению Многих девушек, что это Праздник Лишний повод для получения какого-нибудь Хорошего, дорогого подарка Например, бриллианта Который ты, кстати, обожаешь Ну, есть, грешок Но не поводом Должно быть 8 марта Мне кажется, это все-таки Это, во-первых, праздник весны Праздник Почему столько цветов Столько улыбающихся красивых женщин Вот-вот придет Вот это вот и солнышко И первая травка появится И это Для меня Это праздник Лишний раз друг другу Друг о друге позаботиться И не только мужчинам О женщинах Но и женщинам Позаботиться О своих мамах Сеострах Сделать что-то приятное Подарить какую-нибудь Милую мелочь Ну, какой-то, да Маленький приятный подарок И это абсолютно не история И не праздник о том Что мы сейчас будем копить на него 300 тысяч лет И подарим своей женщине Брат кредит Да, да, да Айпад Айфон Я не знаю Какие-то такие бриллианты Автомобиль Цветы Цюльпаны Ну, это же прекрасно Улыбки по утрам Завтрак в постели Обязателен, кстати Мужчины, кто слышит Не забудьте об этом И просто весь день Носить на руках Свою любимую женщину Вот так Вот так вот Легко и просто 24 часа Замечательно То есть для тебя Это такой наш Женский Новый Год Я того же мнения Роман Я абсолютно с вами Согласен, девочки Настя, рассказывай Как твоя весна проходит И что для тебя Вот самого значительного Уже произошло В этом году, да В этом году Ну, конечно Ой, у меня столько новостей Давай начнем Давай Делись Во-первых В этом году Я успела Слава Богу Наконец-таки После сольного концерта В Кремле Которому просто полгода Было посвящено 19 октября Ты выступала Это случилось Мы это пережили Страшно было? Это было страшно И я все никак Отдохнуть не могла Если честно Я уже вот Хожу Сходила С постоянным ощущением Того, что у меня Хроническая усталость Я ничего не хочу Ничего не могу И потом У меня новый контракт Так И у меня новый продюсер А ты что? Это не секрет? Это не секрет Я подписала недавно Контракт с Красным Квадратом Вот И Не успев отдохнуть Мы Вошли в такой Плотный режим работы Что и выпустили И выпустили новогоднюю песню И выпустили клип Новогодний Такой Скажем так Для людей В духе С легким паром Такая Мелодичная песня Дмитрий Дзюжи Снялся в клипе Вот Такой Такой у нас старт Потом у нас Выходит Песня Прыжок в облака Да и клип Выходит Который мы посмотрим И совсем недавно Вышел этот клип Да мы потом Он у нас уже в активной О нем больше поговорим В общем Сейчас у нас готовится Еще вот Совершенно Уже завтра У нас будет премьера песни А что за песня Мы об этом поговорим Тоже друзья Оставайтесь в компании Страны ФМ Сделаем небольшую паузу Друзья Анастасия Спиридонова В гостях у телерадиоканала Страны ФМ Программа Лучшие в стране продолжается Только что мы посмотрели Клип на Настину песню Очень красивый Очень романтичный Весный метель Клип Который Мне кажется Одобрили там вот сверху Да Настя по ходу Клипа комментировала Как он создавался Как быстро все происходило Расскажи нашим телезрителям И слушателям Вот Тоже интересно Во-первых Снимали 6 декабря Да Мы Вот если честно Эта идея пришла Спонтанно Мы решили сделать С новой командой Мы решили сделать Какую-то Такую добрую историю Для людей Чтобы она была Не пафосная Чтобы это Там без громких слов Без каких-то Просто Такую теплую Душевную И так мы быстро Все это придумали Я написала эту песню За сутки Подожди Подожди С аранжировкой вместе Как за сутки Вот просто вот так Поставлена была задача А я никогда в жизни Не писал песни на заказ Никогда Вот прям На заданную тему И тут вот просто Вот как обычно Там за рулем Принцип дедлайна Да То есть Подожди А как Настя Спиридонова Пишет свои песни Ну бывает Со мной такое случается Да За рулем Вот данная композиция За рулем Моя посуду Что-то вот Какие-то бытовые ситуации Но обязательно Когда я одна И эта песня Просто приходит Я показываю его продюсерам Они Вот так вот Смотрят на меня Очень странно Потому что Ну явно Я не заявляю себе Как автор Исполнитель Да И Всем понравилось Всем понравилось И все было так Случилось спонтанно Мы Тут же назначили Нашли режиссера Назначили День съемки И мы жутко переживали Потому что Декабрь Но в Москве нет снега Помним Мы помним Этот декабрь И именно Именно в этот день Мы не знали этого Мы очень боялись Мы не знали Как это придумать А снег был нужен Потому что цель была Снять новогоднюю сказку Ну конечно Это Новый год Там Дед Мороз Пухла Хлопушки Иллюзия Сказка Шубка красивая Шубки И все такое И именно В этот день Выпало Выпало Очень много снега И это Он наверное Лежал ровно сутки Потому что Потом это все Стало грязищей Превратилось В грязь И Ну это было Для нас Это было чудо Потому что Ну вот я считаю Что нам свыше помогли Сделать такое доброе дело Причем это не самолеты МЧС Не вертолеты Ничего не рассыпали Это вот именно Потому что у нас действительно Была такая цель Создать людям Такое вот Волшебное настроение Волшебное настроение Немножко грустное Потому что год уходит Но с такой С надеждой Что нам Не лень жить Мы Все В новогоднюю ночь Исполняла эту песню Или была С близкими Родными Ой В новогоднюю ночь И чуть-чуть Я и поработала И исполняла И была И с близкими Все успела И мы с моим любимым Поехали В гости К Глебу Матвейчуку Так У него Прекрасный Шикарный дом Мы Классно отметили Этот праздник Вы друзья Да Да, дружим И потом поехали Мы к нам домой В Великие Луки Прям сели на машину На машину За руль Сели первого числа И поехали И погнали В Великие Луки Мальдивы случились потом Да Мальдивы случились потом Это был Заслуженный Отпуск Долгожданный И я Вот Вы знаете Когда меня спрашивают Об этом отдыхе Самое главное Мое Как скажем Конечно Там красиво Очень И там Очень романтично Но Но Что но Друзья Об этом Мы узнаем Чуть позже Не переключайтесь Будьте в компании Страны ФМ Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ Друзья Настя Спиридонова В гостях у телерадиоканала Страна ФМ Музыкант Путешественница И вот сейчас Конечно Мы все Ждем Что же там С Мальдивами Что там Что там Не так Путешественница Да Я необычная Потому что Вот то но О котором мы говорили До До появления Александра Васильева Какое но может быть У Мальдива Вы знаете Я когда-то бывала Уже на Мальдивах Однажды Вот И поехали мы Сейчас уже Я была второй раз И это был Романтический Был такой отдых И Вы знаете Главный вывод Который я сделала Побывав Вот на Мальдивах С любимым человеком Что это Отдых Совсем не про роскошь И совсем не про деньги Потому что Он Может быть Бюджетным Для меня Это Большое открытие Потому что Есть мнение Что если уж Ты едешь В свадебное путешествие На Мальдивы Ну ты дай совет Как это Как надо Так и полмиллиончик Туда Потому что Дешевле не бывает Нет У нас есть друзья Которые в прошлом году Летали И Мы И нам собственно Посоветовали Как идею Потому что Мы Съездили Практически Потратишь Такую же сумму Как на Таиланд К нашему удивлению Потому что Там можно найти Ну Например Гостевой дом Можно найти Там Какой-то отель Не Не в резорте Да Нигде Один остров Один отель Где есть еще город Какие-то жители И все это может быть За неделю С полным пансионом От 40 тысяч рублей И это для меня Было удивление Мы жили Ну как бы Мы жили в резорте У нас был прекрасный Отличнейший По природе И красоте И по закатам И по рассветам Остров Совершенно недалеко От Мале И все это стоило Никаких-то космических денег И если вот У пар Которые вот Обычные Обычные ребята Хотят вот как-то Необычно провести Свой отдых Это возможно Действительно Можно поехать Где искать эти туры Или как поступать Ну есть специальные сайты Есть сайты Все Не бояться Мы бронировали Да Мы бронировали сами И покупали билеты Это не туристическая компания Вот вам из совета Отрывал эксперта Анастасия Спиридоновой Мне кажется на самом деле Дело в том Что ты была там С любимым человеком Которого Это тоже Ты выбрала И о любимом же Песне, друзья Прямо сейчас На телерадиоканале Страна АФМ Будем петь Да Их Анастасия Спиридонова Я выбираю тебя А моя война Тихая Взглядом стреляю Падаешь вниз А моя война Верная Будешь со мною Только держись Возникают сомнения Словно над нами Дрожат небеса Мы на грани падения Не успевая Что-то сказать День Снова сменяет ночь Следом иду я Не уходи прочь Не оставляй меня Не отводи вгляд От моего огня Только на этот раз Я выбираю тебя Я выбираю тебя Отпечатками на песке Свежими строками В старый мой стих Новой линией На руке Ты остаешься В мыслях моих На закате При свете дня В сумраке В красках Знакомых картин Постоянно ищу тебя Я не одна Ты не один День Снова сменяет ночь Следом иду я Не уходи прочь Не оставляй меня Не отводи глаз От моего огня Только на этот раз Я выбираю тебя 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 Мы, иногда забираясь мыслями, останавливаем себя. Нам очень трудно порою выстоять. Ты подумаешь, ну а я, а я, а я, а я... Я выбираю тебя... Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». Мы с удовольствием смотрим на Анастасию Спиридонову. Она сегодня в гостях у телерадиоканала. И песня «Я выбираю тебя» только что прозвучала Настина песня. Где подсмотрела вот эту фразу, Настя, «Я выбираю тебя»? А давайте спросим. А действительно, вот где, где, где? Где же это? Вот такое совпадение. Случился в моей жизни проект «Голос», шоу «Голос». И, в общем-то, он и вдохновил. Это была первая песня, вообще, наверное, это была первая песня из мною написанных, которая вот ушла в народ, скажем так, и стала вот в записи как-то осуществилась. Материализовалась. Раньше, да, вот. А потому что раньше, если честно, я свои песенки, свои мысли никому не показывала. Не фиксировала никогда. Очень, да, стеснялась как-то, мне кажется, это несерьезно все, и непрессионально так, и как-то. Вот, «Я выбираю тебя». Эта фраза на кресле наставника, когда он нажимает кнопку, она загорается. Все гениальное просто. Все просто, да. Ну, «Голос» вдохновил, и я подумала, эта фраза, она каждый раз, когда кого-то выбирает, она загорается. Я думаю, ну, это же и в жизни бывает. Это же и про любовь тоже, это не только про вот эту ситуацию. Как мужчина часто думает, что они нас выбирают, но мы-то знаем, кто на самом деле, кого в этом мире выбирает. Это правда. И сейчас, конечно, напрашивается вопрос о том человеке, которого ты выбрала. Я думаю, что человек замечательный, потому что вот я хочу поделиться с девушками, которые нас не смотрят, только слушают, да и с мужчинами тоже. Вот как должна выглядеть женщина накануне Международного женского дня. Глаза у Анастасии блестят, просто улыбка с лица не сходит. Петь она готова постоянно, душа поет. Все, наверное, просто. Это, да, все просто. Я совсем недавно... Ну, показывай, показывай, ручку. Ой, кольцо какое красивое. Это было благодарное событие, правда, потому что мы уже около двух лет вместе. Вот, и я влюблена. В общем, этим все сказано. И когда меня спрашивают, кто же, кто же он, потому что все думают, что ты, наверное, артистка, тебя по телевизору показывают. Тебе обязательно нужен какой-то богатый мужчина, лет старше тебя, так это на 20. Минимум. Который, да, который вот сядешь ты вот так вот и будешь пальчиком показывать. Хочу это, хочу это, нет. У меня все по-настоящему, и это все по любви. Мой избранник, его зовут Антон, он мой одноклассник. Ух ты, да ты что. Это странно, скажу я вам, потому что мы не виделись очень много лет. С выпускного? Даже, наверное, больше, потому что мы учились с пятого по восьмой класс вместе. Потом он уехал в город Санкт-Петербург. Подожди, в пятом, шестом, седьмом, восьмом классе симпатий не было у Анастасии Спиридоновой с Антоном. Ну, если честно, он мне нравился в детстве. А ты была стеснительной? Ну, это было просто детство. Это был, ну, пятый класс. Вот, и, ну, нам всем кто-то нравится. Мне и другие мальчики нравились в пятом классе, в общем-то. Ну, за одной партой с Антоном вы сидели? Нет, не сидели, нет. Ну, он выделялся, потому что он рыжий, а в детстве он был прям ярко-рыжий. И, в общем, он был необычный. И хорошо учился, он очень умный парень. Немножко с завистью сейчас говорит Настя. Да, я считаю, да-да-да. Ну, это прикольно, потому что он сейчас уже совсем не рыжий, но борода осталась такого ярко-медного цвета. Вот, и мы когда вдвоем, конечно, это очень необычный. И хэштег у вас есть. Идеально гармоничный рыжий пазл, рыжики. Да, вот так вот совершенно случайно мы встретились и в нашем родном городе. Это здорово, потому что у нас и его семья, вся родня живет в Великих Луках, и моя вся родня живет в Великих Луках. И это очень удобно, потому что мы знаем всех учителей, друг друга. Мы знаем, мы росли в одних и тех же местах. Поздравляем вас, рыжики! Как-то да, вот теперь вот совсем скоро мы станем. Друзья, пока мы умиляемся, сделаем небольшую паузу, после которой вернемся. Друзья, Анастасия Спиридонова по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы смотрим, слушаем и в исполнении Насти песни. Кстати, на очереди еще одна. Будьте в нашей компании, любители хорошего вокала. Дива дивная. Мы, Анастасия, сидим, восхищаемся и кольцом, и вообще всеми песнями, и событиями. Вот Настя только что нам призналась, говорит, господи, сколько всего я сделала. Вот так начинаешь, да, перечислять, думаешь, ничего себе, я ли это? Так это еще не все. У тебя же завтра, например, еще одна песня. Да. С потрясающим мужчиной. Давай поговорим об еще одном важном человеке в твоей жизни. Да, я на самом деле, это завтра, в общем, новость, новость. Давай по порядку. Завтра, 8 марта, мы решили сделать прекрасный подарок всем влюбленным, всей женской половине человечества. И мужской тоже, потому что песня про любовь. Это дуэт с Александром Маршалом. Сейчас должны аплодисменты, наверное, пойти. Для меня это такое событие, потому что, конечно, для меня этот артист, это, ну, просто, я не знаю, как описать мое уважение к нему, как к человеку, который, ну, прославлял вообще Россию в плане того, что русские что-то могут делать на международном музыкальном олимпе, скажем так. Потому что песню «Москва уколин», мне кажется, знает каждый житель вообще этого мира, потому что ты зайдешь в любой клуб, и она будет в ремиксе, ты зайдешь, ну, в общем, она актуальна до сих пор, и она звучит. Это вошла в мировую сокровищницу культуры. Маршал для меня человек-легенда, который смог вот Россию вот так вот увековечить нашим какое-то музыкальное достояние, я не знаю, я не знаю, как это сказать. В общем, я безумно горда и счастлива. Могла ли ты представить, вот еще лет, я не знаю, пять назад, я не говорю, еще раньше, там, будучи в луках, что ты споешь с Маршалом? Нет, конечно, нет, не могла представить, и я вам больше скажу, Саша сам предложил мне спеть эту песню. А как это бывает? Вот так раздается звоночек, Настя, привет. Да, так, так. Мы говорили об этом раньше, что как было бы здорово. Саша был у меня в гостях в Государственном Крюлевском дворце. В октябре на концерте. Да, в октябре он был на моем сольном концерте в качестве гостя, поддержал меня. И мы все, как бы, мы дружим, мы дружим с проектом Три Аккорда, где мы, собственно, и познакомились. И мы всегда хотели, говорили, что вот, как бы, вот что-то надо записать. Забечь вдвоем. А меня, когда, вот сам вот после голоса, когда меня спрашивали, с кем ты хотел записать дуэт из наших, я всегда говорила Александр Маршал. И однажды Александр Маршал мне позвонил и сказал, Настя, слушай, ну тут песня есть, ну тут песня есть такая, давай споем с тобой, послушай, хорошая песня. Кстати, очень талантливый автор Олег Шаумаров, он уже записал, ну написал несколько хитов, таких вот там, Орле и Ворона, наверное, слышали. Да, конечно. Потом Наргис и Максим Фадеев вдвоем. Ну такие, у него, у него хорошо получается дуэт, это правда. И завтра это, во-первых, на Первом канале будет в концерте, мы споем впервые, представим эту песню с Александром. И еще мы выходим на все цифровые площадки. Мы вас в сети, эта песня будет. Поздравляем, пусть она станет хитом. А прямо сейчас мы попросим тебя исполнить хит, уже состоявшийся, еще одну твою песню. Все будет хорошо. Конечно. Все будет хорошо, и я желаю этого каждому слушателю и вам тоже. Спасибо. Анастасия Спиридонова в эфире телерадиоканала Страна.ФМ. Пускай неправильно, пускай немыслимо они спасаются ночными письмами. Я знаю, правила шагают наугад. Дорог на свете много, но нет пути назад. Все будет хорошо. Ты руку протяни к ней, к нему, ведь мы не можем без любви. Все будет хорошо, и на краю земли они на правильном пути уносят поезда в чужие города. Протану сердце там, где разделили пополам. С ума сойду, закрыв глаза, оставив все, что в прошлом. Я так хочу сказать. Все будет хорошо. Ты руку протяни к ней, к нему, ведь мы не можем без любви. Все будет хорошо, и на краю земли они пытаются спасти души. Мало ли, много ли, посади, двери открой и вперед иди. Мало ли, много ли, жизнь не ждет. Только вперед, только вперед. Все будет хорошо, ты руку протяни к ней, к нему, ведь мы не можем без любви. Все будет хорошо, и на краю земли они пытаются спасти души. Ты руку протяни к ней, к нему, ведь мы не можем без любви. Все будет хорошо, и на краю земли они пытаются спасти души. Все будет хорошо, и на краю земли они пытаются спасти души. Все будет хорошо. Ты здесь говоришь, что она чуть-чуть приболела. Вообще идеально. Спасибо. Эта песня тоже твоя? Да, я написала ее. В общем-то, это вот моя любовь меня вдохновила в этот раз. Мне кажется, вот эту песню, композицию нужно вот как витаминку, каждое утро по пути на работу прослушивать. И ты знаешь, вот даже если у тебя отвратительное настроение. Да, да. Я, честно говоря, сама себя не люблю слушать, но много людей пишут. Это крайне приятно, что, Настя, вот я часто начинаю свой день вот с этой песни. И она вот меня вдохновляет. Песня-мотиватор, да. Мурашки-мурашки-мурашки. Пространство мы программируем этой песней. Что пишет Вадим Соловьев в ВКонтакте страны.фм? Если возможно, пару вопросов Насте. Планируется ли выпуск полноформатного альбома в этом году? Так. И продолжит ли Анастасия сочинять свои песни? Есть ли у нее что, в творческом загашнике? В творческом загашнике? Да, да, да. Сколько уже написал, да. На самом деле, конкретно об альбоме, о выпуске, дату мы пока не ставим. Но сейчас, конечно же, после того, как прошел сольный концерт в Кремле, нужно ставить новые задачи, новые цели. Сейчас у нас новая задача – это свой материал. Это самое главное, конечно же, для артиста, потому что приходится часто перепевать какие-то уже известные песни, какие-то забытые. И на концертах больших, да, в том числе. Мы делаем новые песни. И я пишу, и я скажу, Вадим Соловьев, вам, что сейчас, в данный момент, одна из песен, написанных мной, уже находится в работе. Вот, мы пока о ней еще нигде не говорили. Я не знаю, получится ли она или нет. Это такое, это же не заказная вещь, да. Конечно, конечно. Поэтому работа идет, это самое главное, что мы не стоим на месте. И альбом, конечно же, случится. И я думаю, что, ну, логично, в этом году-то мы наберем, наверное, уже. Вот, так что следите, пожалуйста, за нами. Ну, учитывая то, что у тебя есть такой вдохновляющий... Мы ждем, да. ...человек в жизни, я думаю, что все это случится обязательно. Я так понимаю, что нам сейчас необходимо совершить прыжок в облака. Это было бы очень хорошо, потому что я знаю, что эта песня уже стоит на вашей радиостанции. Для меня это большая радость. И хотела бы представить вам клип, который вышел тоже совсем-совсем. Так как у нас и телеканал, мы его сможем посмотреть. Да, да. Ну, это же здорово. Да. Ну что, прямо сейчас готовы мы это сделать? Конечно. Смотрим, слушаем, друзья. Анастасия Спиридонова. Прыжок в облака. Ветром на свет я лечу за тобой Выше небес, где слова невесомость Снова для нас земля замедлила бег И на краю планет Мы зажигаем свет Это прыжок в облака Я разделю пополам наши сны Наши мечты Это прыжок в облака Это прыжок в облака Вместе с тобой Это прыжок в облака Вместе с тобой Это прыжок в облака Это прыжок в облака Это прыжок в облака И белая стена И мысли в потолок В твоих глазах В твоих глазах живых Я удаваю вми Наши мысли Где-то в тишине Зависли Наши крики Казались тактики Наши встречи Как выстрелы Гортечи Раскрывали окна Закрывали свечи Черная стена И мысли в пустоте Пацана весом сна Ты ангел в темноте Ломаешь пополам На счастье день и ночь Читаешь по губам И улетаешь прочь Наши мысли Где-то в тишине Зависли Наши крики Казались тактики Наши встречи Как выстрелы Гортечи Раскрывали окна Закрывали свечи Наши мысли Наши мысли Наши мысли Где-то в тишине Зависли Наши крики Казались тактики Наши встречи Как выстрелы Гортечи Раскрывали окна Закрывали свечи Наши мысли Наши мысли Лучшие в стране Друзья, по-прежнему Анастасия Спиридонова В гостях у телерадиоканала Страна ФМ Мы посмотрели Роскошный клип Мы поздравляем тебя С этой работой Все очень красиво И красивый Крым Да, и мы придумали Такую еще приставку Дополнительную К фамилии Анастасии Анастасия Мотиватор Спиридонова Действительно Потому что И вот этот клип Тоже очередное Тому доказательство Что твое творчество Оно, конечно, про то Что есть свет В конце туннеля И что может быть Все очень хорошо Главное Не сдаваться Бежать Падать Как ты в клипе Подниматься Стоять на ветру Но идти к своей цели Это правда Надо Если Стойко проходить Через все трудности Как, собственно, в клипе Каждый мужчина И женщина Ищет того самого Человека И Кому-то этот путь К этому счастью Дается легко А кто-то и горы И реки И поля Кто-то и прыгает И страдает Но в итоге В любом случае Каждый человек Заслуживает Своё право На счастье Имеет И оно придет Всегда Даже если сейчас Кажется, что это не так И это случится Обязательно с каждым Что ты Делала Вот в самые разные Свои Периоды своей жизни Когда было совсем тяжело Совсем больно И когда Кто тебя поддерживал Мотивировал Ты же там И в ресторанах Очень долго Пела И прошла Действительно Вот через все Ступени Актерского Исполнительского Становления Вы знаете У меня, конечно Были разные Периоды Здесь В Москве От голода До такого До голоса До голоса Да От голода до голоса Это хорошо Да Были такие моменты Конечно Когда Было трудно И совсем не хотелось Уже петь Вот прям Я действительно Принимала решение Что я больше не пою Ну не получается Ничего Все У меня было такое Что я однажды Сменила номер телефона И перестала общаться Со всеми людьми Ну практически С которыми Я вот Была сейчас Моя жизнь Все люди Которые окружали Вот глядя на тебя Даже трудно поверить Что ты способна На такие радикальные Жестные поступки Да И конечно Несчастная любовь была Ну куда же без этого И даже не одна Но И наш шоу-бизнес Жестокий И сложный Это да Это отдельный разговор Были действительно Еще когда я пела В группе Лос Девчат Такое было В истории моей творческой Было такое Девчонки Пожалуйста Не звоните мне больше Я Бывает у меня Я в крайности Вот и Могу Так вот С плеча порубить Да Как говорят Не звоните мне больше И все Я не буду Я не буду больше петь Но От себя не уйдешь Это точно Мне кажется Человек который Раз вышел на сцену Он Навсегда зависим От этого чувства И конечно же Добро всегда Побеждает зло Если Какие-то мысли Плохие Зарождаются в голове Ну Это невозможно Чтобы они остались Ну может быть Так у меня В любом случае Всегда есть надежда И Я тому пример Потому что Много-много лет Хождений По разным кастингам И В общем-то Когда у тебя Много-много лет Ничего не получается А потом В один миг Жизнь меняется И Она не становится Легче Но Тебе становится Больше Верой В себя И в то Что это возможно И хочется Другим об этом Рассказывать Потому что Ну Не надо никогда Опускать руки Если только Совсем ненадолго Ну На недельку Это вопрос Называется Пауза небольшая Вот она Наша Настенька Мотиватор А потом Стоишь на скале На ветру В Крыму Вот такая вот Дрожишь Да Королева в кожаной курточке Когда вокруг Операторы все В зимних шубах А режиссер в пуховике И шепчешь себе Да Я смогу Чуть-чуть-чуть Вот надо Зато будет красиво Сейчас вот надо подождать Но клип Действительно Вот хочется Вот у нас буквально Минуточек остается Кратенько обсудить Потрясающая работа На самом деле Стоила она Мы очень все старались Вся команда работала Следующий клип Где будет сниматься На Мальдива Да Я говорю Когда же мне будет Теплый клип Потому что Метель-то тоже была зимняя Конечно Это был зимний трамвай И в общем-то В туфлях всю ночь Там как-то вот по снежку В общем что-то такое Сочинское Адлерское Наверное Да Что-то такое Но мы ждем от тебя Лето впереди Спасибо Ждем от тебя Летних хитов У тебя это Замечательно получается И исполнять хиты И как оказалось Придумывать их Писать и сочинять И пластиночку Помни что тоже Для поклонников творчества Было бы здорово Получить до конца 2018 года Хорошо Да и мы конечно Не можем тебя отпустить Если ты нам не расскажешь Все подробности Празднования Отмечания 8 марта Что-нибудь будет Анастасия Спиридонова Своими ручками Готовить Любимым людям завтра Нет Ни за что на свете Нет Я рассчитываю На завтрак постель Как минимум Антон записывает просто На самом деле Мне кажется Это так будет Само собой Даже об этом Говорить не нужно Хочу завтрак И цветы А потом Никакие пироги Печь не буду Нет Ни в коем случае Женщина Свободите себя От физического труда В этот день Настя А правда Что твое любимое блюдо Это селедка с картошкой Очень люблю Я вообще люблю Русскую кухню Просто с ума схожу И вообще я люблю Очень вкусно поесть На этой вкусной ноте Мы должны закругляться С наступающим Можно я поздравлю Женщины, дорогие Любите Будьте счастливыми Улыбайтесь Каждый-каждый день Спасибо С 8 марта Настя Спиридонова Друзья До новых встреч Пока